Давайте назовем город, где самая высокая концентрация экологически чистых зданий. А в каком самое большое скопление компаний стоимостью каждой более миллиарда долларов? Где можно подключиться к Wi-Fi даже от уличного фонаря? И прокатиться на поезде со скоростью 600 км в час? Или в самом длинном тоннеле под водой? Вы узнаете в нашем новом видео о самых технологичных городах современности. Сан-Франциско лидирует во многих инициативах по чистой энергии. В городе находится самая высокая концентрация сертифицированных зданий ЛИД. Это система для так называемых зеленых зданий, то есть энергоэффективных и экологически чистых. По закону все новые здания города должны иметь как минимум 15% площади крыши, предназначенной для солнечных панелей. Кроме того, наблюдательный совет Сан-Франциско ввел запрет на использование газа для отопления и приготовления пищи в новых жилых домах и коммерческих зданиях, которые начнут строиться после 30 июня 2021 года. В новых строениях для всех нужд должно использоваться только электричество. Это поможет защитить экологию и снизить опасность возникновения пожаров. В городе перерабатывается до 80% отходов, а также улучшена система общественного транспорта. Программа Smart Parking подсказывает водителю, где есть свободное место, регулирует цены на платных стоянках в зависимости от количества свободных мест и стабилизирует дорожный трафик, избавляя горожан от пробок. На территории Сан-Франциско установлено 110 заправок для электромобилей. Такого количества электрозаправок на душу населения нет больше ни в одном городе мира. Есть также программы для навигации слепых и слабовидящих горожан. И, к примеру, через приложение Uber можно вызвать не только такси, но и взять на прокат велосипед, а приложение MoveIt подскажет оптимальные маршруты. Но одним из главных достижений считаются велополосы на Market Street. Это одна из центральных улиц города. Это не просто велополоса, а абсолютно такая же полоса дорожного движения, как и у автомобилистов. В Сан-Франциско сосредоточены офисы таких гигантов, как Apple, Google, Facebook, Qulit Packard, Intel, Amazon, Netflix и Tesla. Но огромное влияние на появление компаний, которые разрабатывают компьютеры, микропроцессоры, программное обеспечение, мобильные устройства и биотехнологии, оказывает Стэнфордский университет. Наш выпуск об университете Стэнфорда вы можете посмотреть по ссылочке в описании к данному видео. Нью-Йорк. Одна из финансовых столиц мира. Технологические корпорации и стартапы составляют основную часть местной экономики. В Нью-Йорке находятся офисы WeWork, IBM, Citigroup, Kickstarter, Twitter и Tumblr. А еще здесь работает лаборатория Microsoft и бизнес-центр Google. Абсолютно все бизнес-центры Нью-Йорка обязаны быть оборудованы велопарковками. Если таковых не имеется, то арендатор может поставить свой велосипед прямо в офис. И, конечно же, Нью-Йорк известен своей фондовой биржей, которая последние несколько лет переживает бум так называемых технологических IPO. Самые крупные и самые дорогие компании регулярно приезжают в Нью-Йорк из Кремниевой долины, Сан-Франциско и Сиэтла. Помимо успехов на фондовой бирже, Нью-Йорк лидирует по внедрению технологий в здравоохранение. Власти Нью-Йорка вместе с компанией IBM создали проект Watson Health. Он позволяет обрабатывать данные о состоянии здоровья горожан, забирая информацию с фитнес-браслетов, умных часов, сенсоров. Анализ этих данных позволяет врачам более точно диагностировать болезни. Автомобильный трафик также контролируется технологиями. Система MeTown in Motion регулирует светофоры в зависимости от загруженности дорог. А еще в городе стоят урны Big Belly с электронным сигналом, который сообщают коммунальным службам, когда бак полон. Лондон, Великобритания является одним из ведущих финтех-центров, центров финансовых технологий. Занимает первое место в Европе по количеству единорогов, так называемых технологических компаний с оценкой более чем в 1 миллиард долларов. И этому способствует лояльный регулятор Financial Conduct Authority, который создал целевые подразделения Innovation Hub и Regulatory Sandbox. Это все организации помощи стартапам. Более того, для компаний в этой области существует целый ряд грантов и программ поддержки. Кроме того, город имеет самую большую в мире сеть городских видеокамер. Каждый житель британской столицы в среднем попадает в объектив камеры 200-300 раз в сутки. Системы видеонаблюдения установлены практически везде – на офисных зданиях, частных домах и даже на судах, пришвартованных на набережной в Центральном Лондоне. Власти используют технологию распознавания лиц, чтобы помочь полиции бороться с преступностью. И, конечно, в Лондоне впечатляет железнодорожный туннель длиною около 51 километра, 39 из которых проходят под проливом Ла-Манш. По протяженности подводной части ему нет равных в мире. Благодаря туннелю стало возможным попасть из Парижа в Лондон и, наоборот, всего за 2 часа 15 минут. В самом туннеле поезда находятся от 20 до 35 минут. Сингапур. Беспилотные автомобили появились в Сингапуре еще в 2016 году. А с 2020 года автомобилистов обязали установить специальную навигационную систему, которая позволяет отслеживать положение их транспортных средств в реальном времени. Специальные датчики на улицах фиксируют превышение загрязняющих веществ в городской атмосфере и автоматически перераспределяют транспортные потоки, чтобы разгрузить наиболее загрязненные улицы. Эта система позволяет сингапурским водителям экономить до 60 часов в год. Но на крышах этого супертехнологичного города растут целые парки. К примеру, сингапурская высотка Treehouse – вертикальный сад, который в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире. Живые растения украшают фасад и крышу 24-этажного здания. В общей сложности они занимают около 3000 квадратных метров. Вертикальные сады и фермы на крышах небоскребов обеспечивают горожан свежим воздухом, фруктами и овощами. А также способны регулировать температуру, поглощая и рассеивая тепло, собирая дождевую воду. Благодаря этому в зданиях меньше используются кондиционеры, что позволяет сократить потребление электроэнергии. Также в городе можно встретить больницы с услужливыми роботами-сотрудниками и воспользоваться самым быстрым интернетом в мире – скоростью 247 Мбит в секунду. А квартал Юхуа оснастили вакуумной системой утилизации отходов, солнечными панелями и сенсорами, которые контролируют потребление воды и электроэнергии. В домах установили специальные датчики, которые осуществляют контроль передвижения пожилых людей. Если система фиксирует, что кто-то упал, она тут же отправляет уведомления в больницу и родственникам. Сеул, Южная Корея. За последние 15 лет, по оценке ООН, Сеул 7 раз подряд занимал первое место по уровню развития электронного правительства в мире. Южнокорейский мегаполис пропитан инновациями. Интеллектуальные видеокамеры публикуют снимки в Твиттер. В кафе и кофейнях готовят роботы. А высокотехнологичные фонари не только экономят электроэнергию, но и транслируют аудио и раздают бесплатный сверхскоростной Wi-Fi. Отдельного внимания заслуживает метро Сеула. Тут есть лифты для инвалидов, туалеты, текстильная плитка, стеклянные перекрытия между платформой и рельсами. А во время ожидания поездов пассажиры могут заказать продукты в виртуальном супермаркете, отсканировав QR-код. В центре Сеул Апсайклинг Плаза мусор превращают в полезные вещи. Преобразовывают отходы в одежду, предметы быта и аксессуары. Токио, Япония. Токио знаменит своими сверхскоростными пассажирскими поездами, которые разгоняются до 300 км в час. А поезд Маглев в ходе испытаний вблизи Фудзиямы в 2015 году побил собственный рекорд, разогнавшись до 600 км в час и стал самым быстрым в мире. В преддверии Олимпийских игр 2020 года Токио запустили технологию распознавания лиц и инвестировали большие средства в искусственный интеллект для транспорта, больниц и финансовых служб. Япония признанный лидер в производстве роботов. В 2020 году создали антикоронавирусный отряд роботов, который выполняет различные задачи на государственных и частных предприятиях. В эту команду входят автоматизированные погрузчики и доставщики, которые могут самостоятельно работать на складах. И робот-патрульный, выполняющий роль дезинфектора. Интересно, что в японской столице перерабатывают около 90% всех отходов. И на территории Токио есть искусственный остров Адайба, созданный из мусора, где строят удивительные здания и проводят международные выставки. В том числе знаменитое токийское автошоу и Токио гейм-шоу. Здесь даже есть 18-метровый робот Гундам. А в 50 км к юго-западу от Токио расположен умный эко-город Фудзисава, построенный в 2016 году. Главным идеологом и разработчиком города выступила компания Panasonic. Сейчас в нем проживает 3000 человек. Здесь во всех домах используют только солнечную энергию. Система автоматизации изучает прогноз погоды и определяет наилучшее время для стирки белья. Ездят только на электрических автомобилях, самокатах и велосипедах. Улицы города оснащены сенсорными системами. Поэтому освещение работает только тогда, когда на улицах есть люди. В случае землетрясений город может автономно функционировать в течение трех дней, обеспечивая жителей электроэнергией продуктами горячей и холодной водой. На сегодняшний день Фудзисава считается единственным полностью экологическим городом на планете. Амстердам. Нидерланды. В Амстердаме правительство и бизнес активно строят совместные модели, в которых у любого продукта есть вторая жизнь. Пластиковые бутылки превращаются в уличные скамейки. Дождевая вода в пиво. Старые дома в источники металла для инструментов. На полученные от выброшенного пластикового мусора монеты можно поесть в ресторане, после чего отдохнуть на напечатанной на 3D принтере из мусора скамейки в парке. Это город, в котором всему дается вторая жизнь. Ультразвуковые датчики CleanCap устанавливаются на все мусорные контейнеры и урны, чтобы в режиме реального времени сообщить об их переполненности. Такие датчики – часть киберфизической системы Clean City Network, которая также составляет оптимальные маршруты для мусороуборочных машин. На остановках общественного транспорта в Амстердаме можно зарядить телефон надсолнечной батареей. В рейтинге зеленых городов, инициированном британским исследовательским центром Economist Intelligence Unit и корпорацией Siemens, Амстердам занял первое место с точки зрения обработки воды, отходов и эффективного использования пространства. Среди последних достижений города с 2030 года вступает запрет на вождение автомобилей и мотоциклов, работающих на бензине или дизеле. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком. Так мы будем ждать, что нам нужно делать больше контента подобного рода. Но если вам не понравилось, и вы считаете данную информацию выдумкой, напишите об этом в комментариях, и мы обязательно исправимся. Субтитры создавал DimaTorzok